Про истоки сейчас очень много, к сожалению, кривды идет и неправды. Исковеркали, сделали из нас каких-то троглодитов, которые только и делали, что дубинами били по головам соседей, приносили кровавые жертвы и так далее и подобное. И это противоречит самому естеству славяно-ведической культуры. Веда – это мудрость, переводится с древнего русского, но с древних прославянских языков на современный русский – это мудрость, это не знание, это больше, чем знание. Знание, когда-то твоим стало. И поэтому в ведической культуре никогда агрессию проявлять другому просто так невозможно. И приносить тем более жертвы кровавые каким-то там истуканам это тоже было невозможно. У нас все строилось на больших понятиях и на более широких. Поэтому вот эти все разговоры про кровавых, каких-то страшных людей в шкурах, которые жили в лесу, молились к лесу, сразу надо отметать – это вбросы, которые очень-очень нехорошо влияют на наше вообще цельное царство государства, на нашу единую жизнь. И поэтому я хочу сказать вот о чем. Наша культурная основа строится на двух основных китах. Первый кит связан с божественным представлением, кто я и для чего я пришел. Для чего семья существует в этом мире, для чего общество существует в мире, для чего вообще наша Земля существует, Солнце, вот это наши галактики и так далее. Потому что космогоническое вот это все представление, оно в сказках, преданиях славяно-ариев, славяно-русов очень хорошо представлено. И мы никогда не были загнуты в какую-то там маленькую земельку, вокруг которой крутится все. У нас было все космически широко. Вселенная вот нами постигалась цельно. Вот отсюда слово ведание, то есть мудрость, познание. И по некоторым преданиям, что-то греха таить-то, скажем так, есть такое послание, что наши предки прибыли с других земель сюда. Что мы являемся наследниками очень великих цивилизаций, которые бороздили не просторы Большого театра, а перемещались между звезд, между светил, между земель. И вот связь такая несколько миллионов лет назад была. И вот это надо учитывать. То есть божественное проявление – это один из укладов, один из устоев, когда каждый человек понимал, для чего он здесь, а для чего вот это все, чем я сказал. А второй уклад – это связано с началом физическим уже. Для чего мое тело? Вот когда первично высшее, мы понимаем, для чего мы пришли. Тогда физическое тело является для человека инструментом для того, чтобы выполнить задачи свыше. Вот это вот и есть славяно-арийское наше ведическое представление. И вот раз мы об этом говорим, тогда каждый человек должен был на первом этапе взрастить свое тело. Чтобы оно было крепким, здоровым, чтобы не нуждаться в чем-то, в каких-то поблажках, а быть хозяином этой земли. Самому доставать, добывать то, что необходимо для своей жизни, но не нарушая при этом природу. Вот это очень важно. Не нарушая естество других людей, природное и так далее. Второе, что здесь необходимо – это семья. Потому что одно из направлений, обязательное, которое для мужчин и женщин – это продление рода. А раз продление рода, то без семьи невозможно. А раз продление рода и семья – значит, необходимы уклады, которые позволят порождать благодеятельное, добродетельное потомство. Опять же, здоровых детей, здоровых людей. А раз есть семья, значит, необходимо и воспитание. Не просто физическое тело нужно, чтобы еще и мудрость передавалась от предков, мудрость природная, мудрость общества и так далее и тому подобное. И поэтому взаимодействие с обществом было обязательно. А раз есть общество, значит, есть и мир в широком смысле этого слова. Не только как сообщество людей, либо как состояние общества без войны, но и как широкое что-то. Вот эти два столпа – божественный уровень, вселенский и то, что связано с естеством человеческого начала, то есть с плотью – они всегда сливались. Но всегда вышнее – это было божественное. И ему все подчинялось. А раз так, то тогда ни о каком нарушении природосообразия, ни о любви к человеку, враждовании каком-то речи быть не могло. Вот до поры до времени, пока славяно-русы, славяно-арии и коренные народы, об этом мы тоже, я думаю, поговорим, придерживались традиций, связанных с воспитанием человека как личности, как общественного деятеля, знающего свое место, знающего свое занятие, как цельного, то, что называется, цельной личности, творца, созидателя, семьи и так далее. Вот эти все устои, когда и общественно, когда они были в порядке, то мы жили в радости, счастье и достатке. У нас не было войн. Но как только враждебные все вот эти бросы стали появляться, у нас стало разделение, стали вражда появляться между сообществом, которое разделили. Ну и потом культура стала делиться, какие-то субкультуры стали появляться. И в конечном итоге мы имеем, что имеем. Что мы имеем? Мы имеем уменьшение здорового потомства, уменьшение вообще количества людей, падение культурных и нравственных основ. И обратите внимание, никакое количество полицейских тюрем нас от этого не спасает. Значит, не в полицейских, не в их количестве, не в тюрьмах, не в каких-то там прокурорах, судьях дело. А в том, что нарушены природосообразные, человеколюбивые, вот эти вот то, что ладование и любовь, да, вот эти вот основы, вот их убрали. Вот нам к этому необходимо возвращаться. Потому что в этом и творчество, в этом и труд, в этом и хозяйствование, в этом и культура, которая из хозяйственной выходит, в этом воспитание, образование, здоровье и так далее и тому подобное. Вот они основные столпы славяна-русов, славяна-ариев в широком представлении. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok